Коллеги, всем привет! Ну что ж, это мой анализ и прогноз S&P 500. Последний анализ был в мае, в конце мая, 3 месяца назад. Конечно, с тех пор очень много что изменилось. В то время я даже не мог себе представить, что могут надуть такой пузырь на рынке S&P 500. Я считаю, что это именно пузырь. И в этом видео я постараюсь вам аргументировать свою позицию. Ну и, конечно же, мы с вами разберем текущую ситуацию и что ожидать на рынке осенью. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Ну что ж, друзья, за это время, конечно, рыночек успел словить хайп искусственного интеллекта. Ну и, собственно, парадигма рынка о том, что ФРС становится на паузу и рецессию удалось избежать, уже, на мой взгляд, в ценах. Очень интересное событие. Судя по развивающейся динамике моих макропоказателей, которые я отслеживаю, действительно экономика потихоньку начинает оживать. Об этом мы еще увидим в дальнейшем. При этом вопросы по инфляции остаются открыты. Как показывал свою модель в аналитическом канале, собственно, у нас там есть риск того, что мы в следующем году увидим новую волну роста инфляции. На самом деле, меня это тоже удивило. Вот, но так оно и есть. Завтра у нас данные, то есть сегодня, сегодня уже среда, сегодня данные по инфляции за август. По широкой инфляции рынок ожидает прирост 0,4 в годовой динамике, то есть 3,2 до 3,6. Базовую ожидают пониже. Ну, собственно, в прошлом году максимальные уровни базовой инфляции пришлись на сентябрь. Поэтому неудивительно, что ожидается снижение годовых темпов за счет повышения базы прошлого года. И вот с октября месяца базовая инфляция, возможно, тоже будет удивлять. Посмотрим, как будет все складываться. Думаю, что, конечно, завершение такого сложного года будет, я думаю, не менее простым. То есть тоже будет нелегко. Вот поэтому впереди, впереди у нас очень много интересного. Ну что же, давайте мы приступим. Приступим по традиции с, пойдем мы сверху вниз, да, то есть более таких медленных и среднесрочных, да, вот инструментов, которые я использую для анализа рынка S&P 500. И перейдем уже к более актуальным, то есть к техническому анализу. Поехали. Итак, первый график – это моя модель. Это моя модель, ценовая модель, которую я строю на базе макропоказателей. То есть, по сути, это макроусловия для фондового рынка Америки. Мы видим, что синяя линия с продлевающей красной, мы видим, что текущие макроусловия, они негативные. То есть, они не снижаются, да, это факт, они плоские. Но при этом ничего хорошего для этого нет. И тот рост, который у нас был в июне, ну, то есть, конец мая, июнь и середина июля, эта вся история была исключительно, на мой взгляд, некой спекулятивной атакой на медведей. То есть, я думаю, что это создано для, ну, в частности, мы знаем, да, что были крупнейшие бейбеки американских компаний. Я думаю, что это шли громадные распродажи инсайдерских позиций, да. То есть, это все говорит о том, что, на мой взгляд, да, с директора договорились, в совете директоров, понятное дело, что задрать цены на собственные акции повыше и там распродаться, это интересно всему совету директору в любой компании. Поэтому, я думаю, что компании внутри договорились, да, о том, что бейбеки, то есть, деньги акционеров будут использоваться для того, чтобы подзадрать цены, ну, и, собственно, распродаться на этих уровнях. Собственно, мы это и увидели, на самом деле, бейбеки были колоссальными, инсайдеры распродавали, собственно, у них все получилось. Они за счет денег акционеров себе кэшились, и, в общем-то, на очень даже неплохих уровнях. Поэтому, я думаю, что, ну, понятное дело, что это еще была прикручена история искусственного интеллекта. Для этого должен был быть повод для объяснения в СМИ, что происходит, да, и, в общем-то, этому объяснение нашлось, это искусственный интеллект. Действительно, эта технология, она явно будет у нас превалировать в будущем, и она явно изменит, да, производительность труда. Вот, ну, опять-таки, давайте будем честными, это путь не длиною в несколько недель, да, это путь длиною в годы. Поэтому все только начинается, собственно, и действительно в будущем, я думаю, что искусственный интеллект приведет к следующему росту, не только фондовых рынков, но, понятное дело, что и экономики. Вот, смесь этих событий, на мой взгляд, и создала вот ту спекулятивную атаку на медведей, которую мы увидели. Собственно, на мой взгляд, ничем иным это не объясняется. Так вот, если посмотреть на мою модель, то пузырь, да, который у нас был в июле, он сопоставим, точнее, это июнь, июнь, данная за июль, потому что в показатель входит индекс мировой торговли в мою модель, а он выходит с небольшим лагом. То есть, здесь данные за июнь крайние, да, вот, и мы видим, что пузырь в июне был максимальный с момента пузыря в 2020 году. Но тогда мы должны понимать, да, что тогда условия были благоприятные, шла накачка деньгами, народ играл на бирже, появились GameStop, появились Robinhood и так далее, и так далее. То есть, это было развитие социального трейдинга, денег было много у людей, они были дома, ну и плюс исторические QE от ведущих центральных банков. Конечно, эти деньги все перли в рынок, и тогда вот пузырь надулся громадный. Тогда у нас была коррекция и дальнейший рост. На сегодняшний день мы тоже наблюдаем в июле коррекцию, но пока мы понимаем, да, вот, что цены пока не снизились. Но, опять-таки, перспективы явно не в пользу дальнейшего роста. Тогда у нас попросту условия, макроусловия для акций, да, американских, они росли вплоть вот даже до, там, середины 2022, да, то есть, когда рынок начал уже снижаться. Поэтому прогноз моей модели, что условия, они останутся низменно плоскими, даже, ну, с таким легким, легким уклоном, да, вниз. То есть, в принципе, я думаю, что будет это дело все сворачиваться и пойдет движение вниз. На шкале у меня есть 13-й месяц 2023 года. Я думаю, что это знамение, да, то есть, 13-й месяц, это просто то, когда должно все рухнуть. Так, по поводу, вот, тоже макрооценки условий для деловой активности в Штатах. Нанесен, нанесен авторский индикатор, это индикатор именно, нанесен желтой областью с бирюзовым кантом. Мы видим, что действительно у нас до конца года условия для деловой активности улучшились и выше нуля. Да, конечно, они очень слабенькие остаются, несравнимые, там, к примеру, с тем же ростом 2021 года. Но сам факт, да, они выше нуля, низко мы побывали буквально на короткий период времени, но около года, да, но при этом не глубоко. Да, то есть, даже такого погружения, как 15-й и 16-й мы не наблюдали. Стоит отметить, что котировки S&P 500 в годовой динамике красная линия просто выросли до второго стандартного отклонения буквально за считанные там полгода и практически вышли на уровне 21-го. Да, то есть, когда у нас рынок был сильно перекуплен, то же самое было и в 9-м после перехода QE. Вот, но на сегодняшний день мы должны понимать, что никаких условий для роста пока не существует. Собственно, нечто похожее, возможно, да, вот с поведением моего индикатора было в 2008-м, тогда тоже условия улучшились, макроусловия для деловой активности. И действительно, в августе и сентябре тогда тоже были настроения о том, что все прошло, уровень ставок, тогда тоже повышали ставки, не привел к кризису, не привел к рецессии, экономика переварила высокие ставки. И тогда тоже пошли позитивные, но некие ожидания, вот на сегодняшний день нечто похожее тоже сформировано. Тогда неожиданно глянул именно финансовый кризис, никто не ожидал, что проблемы могут быть в финансовом секторе, тем более на рынке ипотеки. На сегодняшний день тоже риски кризиса, риски финансового кризиса максимально высоки с того времени, да, то есть с 2008-го года. Поэтому я думаю, что списывать со счетов экономику можно, в принципе, да, то есть есть некий намек на софт лендинг, но финансовые риски, они точно никуда не делись. Ну и если поговорить о рынке, да, то есть улучшение макроусловий для деловой активности, они точно привели даже к расширению, не к расширению, а к восстановлению деловой активности в регионе Чикаго, именно в производственном даже секторе. То есть мы понимаем, что сектор услуг сейчас тянет всю экономику, не только Америки, но и развитых стран. Но вот даже производство в Чикаго пошло в рост в августе, мы видим показатель ниже 50 пунктов, то есть в состоянии еще рецессии находится, да, но сам факт, немного улучшились. А вот рынок прайсил то, что рецессии уже удалось избежать и цены на ETF, цены на акции фонда, которые инвестируют в сектор производства промышленного оборудования, да, то есть в сектор производства, который производит средства производства. То есть, собственно, тот самый отдаленный, да, звено, который участвует в производственной цепочке, вот акции этого фонда выросли относительно акций фонда, которые инвестируют в компании, которые производят товары конечного потребления, то есть максимально близки, да, вот к потребителю. То есть, вот эта дивергенция, да, между двумя этими секторами говорит о цикличных, да, факторах. Конечно же, у нас сектор производства оборудования, да, он растет первым и падает тоже первым. Собственно, это мы наблюдали в момент падения, он начал снижаться со середины 2021 года. И сейчас он дошел до тех уровней, то есть это соотношение дошло до тех уровней, от которых всегда рынок отвалился. Обратите внимание, в 2008 был поставлен хай, да, перед падением. В начале 2018, когда рынок ставил хай, он обрушился в конце, да, в 2018 с временным лагом. То же самое было в середине вот 2021 и с начала 2022 пошло снижение, то есть примерно с временным лагом около полугода это все происходит. Но сам факт, да, что текущая дивергенция, она накоплена просто сумасшедшая. Вот я отметил, отметил розовым те моменты, когда у нас начиналась рецессия, начинался финансовый кризис, и тогда тоже всегда были такие дивергенции, да, между деловой активностью и рынком. То есть рынок всегда отметает худшее, да, и верит в лучшее, ну, понятное дело, что все хотят зарабатывать, а не терять. Это связано с психологией. На сегодняшний день вот эта дивергенция, эта надежда и убеждение в том, что рынок будет дальше расти, оно просто настораживает. И по идее вот такая дивергенция, ну, должна закончиться чем-то страшным. Поэтому, собственно, как и раньше я говорил, что я считаю, что рынок на сегодняшний день совершенно иррациональный, и он не соответствует макро, но, собственно, это и сыграло злую шутку с медведями. Если посмотреть на финансовые условия, в общем-то, я все пока отметаю. Те, кому интересно, там какие-то подробности, в принципе, я веду аналитический канал, он стоит всего 10 долларов в месяц. Там есть и обзор денежного рынка, еженедельный обзор банковского сектора в Штатах. Ну, и много другой текучки, в том числе по субботам аналитический видеовыпуск с обзором недели и прогнозом на следующую. Кому интересно, подписаться можно через платежного бота, ссылка в описании. Все это делается в телеграм-канале, пока на сайт еще это дело все не переехало, скоро будет все на личном сайте. Вот, пока все там делается, поэтому кому ценно, понятно, что если вы инвестор, экономист, трейдер, опять-таки позиционный трейдер, да, либо просто вам нужно понимать, что происходит с экономикой, тогда, конечно же, вам там будет точно интересно. Подписывайтесь, ссылка на бота в описании к этому видео, там же есть ссылка на мой канал телеграм, в котором я продолжаю вести дневник кризиса. Поэтому подписывайтесь, тоже там много разной информации о макро, ну, об экономике и финансах. Так вот, если взять показатель ликвидности, свободной ликвидности в финансовой системе США, то она, начиная с, скажем так, осени прошлого года, находится уже год вот в такой широком боковичке, да, то есть, в принципе, у нас ликвидность не расширяется. Мы видим, что на последней неделе, это была прошлая неделя, у нас ликвидность резко выросла, но, опять-таки, это локальная история, она связана со снижением счета обратных РЭПу, то есть, у нас фонды денежного рынка немного освободили денег, и, в общем-то, это привело к росту, но, опять-таки, этот показатель, он будет плоским, то есть, ликвидность расширяться не будет. Я думаю, что она и снижаться не будет, да, поскольку у нас есть механизм трансмиссии, да, то есть, механизм, скажем так, балансировки действий ФРС, которая сокращает свой счет, свой баланс, и действия Минфина, которые наращивают свой счет. То есть, вот два фактора абсорбции ликвидности в Штатах, да, они уравновешиваются, да, вот история с счетом обратных РЭПу, которая и балансирует вот то QT, которое у нас на сегодняшний день продолжается. Поэтому я думаю, что пока деньги есть, там около полутора триллионов еще остается в счете обратных РЭПу, да, то это дело будет все балансироваться, поэтому, в общем и целом, я думаю, что этот процесс будет продолжаться плоский, да. Но сам факт того, что мы накопили просто громадный пузырь относительно вот ликвидности, это просто удивительная история. Мы сейчас увидим тоже одна из причин для этого, как я говорил, бэйбэки, но и активность розничных инвесторов тоже привело к этому действию. Сейчас мы это все посмотрим. Вот вообще я считаю это пузырем на самом деле, то есть мы увидели и по модели, мы увидели это и по годовой динамике относительно, да, условий для деловой активности, и мы видим это и по относительно ликвидности в Штатах. Еще один важный показатель – кредитный импульс. Он строится, конечно, на квартальных данных, то есть эти данные за первый квартал. Строится он просто объем кредита к ВВП. Я взял 5 развитых стран, самых развитых стран в мире, да. То есть, по сути, это там процентов 80, наверное, от ВВП, может 70, вот. И что любопытно, мы видим, что перспективы у нас на дальнейшее снижение, то есть кредитный импульс у нас в первом квартале продолжал затухать, да. Если учитывать временной лаг, то показатель продажи на акцию, да, в среднем на индекс S&P 500, естественно, то есть на американский индекс, мы видим, что продажи на акцию неплохо коррелируют, ну, с приблизительным временным лагом около, там, 3-4, то есть, ну, примерно 3 квартала год. Вот. Выходит, что перспективы для этой истории крайне плохие. Логика здесь понятна абсолютно. У нас в эпоху финансовой экономики замедление кредитной активности, да, замедление объемов кредитования ведет, конечно же, к замедлению экономики. Это неизбежно. Поэтому, естественно, что замедление экономики приводит, конечно же, к снижению продаж на акции, да, то есть, снижению доходности акций, внутренней доходности, в первую очередь, это важно. Вот. И, конечно, такие условия, они ни в коем случае не в пользу того, что институциональные инвесторы будут покупать, поскольку они покупают внутренние потоки, да, то есть, они покупают не разницу, да, в котировках, как спекулянты, а им нужен денежный поток. Поэтому, конечно же, это явно не в пользу, и я считаю, что этот график стоит держать в уме перманентно. Как и следующие графики тоже, вот, если брать базовые мультипликаторы, то по коэффициенту прайсернинга Шиллера, да, с учетом инфляции, мы видим, что весь текущий рост, он не привел к сильному росту, да, вот, цены, то есть, да, цены к доходности, вот. Но, видимо, это можно тоже интерпретировать, как и позитив, да, учитывая, что сильно задержались акции, да, то есть, цены на акции, красная линия, это Wilshare 5000, это более широкий индекс фондового рынка американского. И мы видим, что действительно это не привело к сильному росту, что можно интерпретировать, как то, что весь текущий рост, это не пузы, да, то есть, у нас нету роста ПИ, да, вот этого коэффициента. Но, если посмотреть на ИПС, да, то есть, доходность на акцию, то мы видим, что она значительно снизилась. К примеру, допустим, рост вот после кризиса, рецессии 2001 года, у нас рост и прайсернинг был плоский, да, то есть, в принципе, при росте цен с 2003 года на американские акции, красная линия, у нас плоская была тенденция по прайсернинг, но у нас росла доходность на акцию, что говорило о том, что экономика восстанавливается действительно, да, и доходность на акцию, то есть, непосредственно продажи на акцию, да, они растут. Вот ведь доходы компании, это что? Это продажи, конечно же, в первую очередь, и поэтому эта история у нас тогда проецировалась на рост ИПС. Сегодня у нас снижение, то есть, можно говорить о том, что текущий рост, он не сопровождается ростом внутренней доходности акций, и это, в принципе, видно по этому графику и предыдущему. Также любопытно, но премия за риск вложения в акции, черная линия, ниже доходности денежного рынка, это нанесено бордовой красной линией, да, то есть, выгоднее вложить деньги сейчас в денежный рынок, и это просто нонсенс. Вот эти, вот этот показатель, он явно указывает на то, что рынок сошел с ума и оценивает риски неадекватно, потому что безрисковая бумага, которой является американский вексель, да, то есть, это вложение с фиксированной доходностью в, просто в топовую бумагу, да, то есть, в трехмесячный трежерис, который сейчас приносит больше, чем премия за риск вложения в акции, которые являются сами по себе рисковым активом. То есть, вот эта картина, она говорит о том, что искажение, точно искажение риска, то есть, рынок оценивает, что риски низкие, но по факту наоборот. Вот, ну, как писал Игорь Брэд Маркс, да, и как писал Джордж Соро в своих книгах о том, что когда вы видите, что рынок оценивает, что по мнению рынка финансовые риски низкие, значит, нужно бежать с рынка, потому что это в первую очередь говорит о том, что рынок неадекватно оценивает обстановку, тем более, если мы имеем такое плохое макро. Вот, момент еще очень важный, да, по данному показателю, по премиям за риск, что здесь нужно. У нас нужно покупать, когда премии высоки и продавать, когда премии низкие, поэтому здесь не дать, не взять, да, то есть, этот график, он говорит в первую очередь о том, что, ребята, нужно бежать из этого ланга. Да, кстати, эта графика нам любезно предоставляет товарищ Дамадарана, сват, который является доктором, по-моему, то ли колумбийской школы, то ли школы Чикаго по экономике. Широта рынка, да, важный момент, широта рынка. Что происходит с рынком, когда идет устойчивый и серьезный рост? Конечно же, у нас расширяется количество акций, которые опережают либо рынок, либо опережают, ну, либо находятся выше средних значений. Да, мы видим, что если брать к долю акций, которые торгуются выше 50-ти днев на средней, то она, в принципе, у нас на пике летом была очень высоко, да, то есть, в принципе, до этого она наблюдалась в последний раз в августе прошлого года на пике рынка. И, собственно, вот эти уровни, которые мы посетили, они соответствовали в прошлом году пикам рынка, откуда всегда начиналась коррекция. Декабрь, август, май, то есть, ну, конец апреля, начало мая, вот, начало года, да, вот, то есть, летом мы поставили пики. На сегодняшний день широта рынка резко рухнула, да, то есть, буквально минимальная коррекция, там, на, там, до 5%, да, и рынок просто разрушился вмиг, да, то есть, он стал снова узким. Это что говорит? Минимальное количество акций тянет весь рынок за собой, поскольку их капитализация на росте растет. То есть, взять ту же NVIDIA, она просто космическая, ну, и она не одна на самом деле, если брать техи, то там много акций, которые переписывают исторические максимумы. Вот, текущее положение 41% акций в индексе S&P 500 торгуются выше короткой 50-дневной средней. То есть, рынок, по сути, становится медвежьим на локальном отрезке. Если брать выше 200-дневных средних, тоже посетили уровни, от которых рынок всегда корректировался за последние несколько лет. Почти 80% акций торговалось выше 200-дневной средней, годовой средней в индексе S&P 500 на сегодняшний день половина. Мы сравнялись. При этом мы видим, что текущий рост, вот локальный рост рынка, он не приводит к росту, значительному росту, да, вот акций торгующихся выше 200-дневной средней. То есть, это был удел чисто локальной истории. То есть, это был локальный отскок, который на сегодняшний день плюс-минус потихонечку распродается. Еще немножко о широте. Если сравнить стоимость акций фонда, которые взвешены по капитализации, да, то есть, это как устроен индекс S&P 500. Берется компания, если она крупная, значит, доля ее в индексе будет выше, чем у той, которая маленькая. Если вот такой индекс сравнить с индексом равновзвешенным, да, то есть, если взять все акции и доли дать им справедливые, одинаковые, да, то у нас данное соотношение продолжает расти. Это говорит о чем? О том, что у нас есть, у нас широта рынка продолжает сужаться. То есть, все меньшее количество акций удерживает рынок от снижения. Мы видим, это недельные свечи. Мы видим, что последний раз, два, три, четыре, пять недель, да, вот вместе с текущей, у нас идет рост. Да, то есть, мы буквально вот с конца июля, вот, да, когда началась коррекция, у нас широкий рынок снижается агрессивней, чем вот та горстка техов, которая это все дело удерживает. Что любопытно, если посмотреть на сектора, да, в Штатах, на фондовом рынке Америки, то достаточно много секторов находятся под серьезным давлением. Взять те же материалы, взять тоже XLA, это Industrial Production, это производители средств производства. Взять тот же IWM, это Russell, да, компания с мелкой капитализацией. Это даже банально WinQ, да, сектор недвижимости тоже снизился. Собственно, у нас рынок продолжает держаться за счет горстки техов, которые продолжают испытывать, да, хайп, приток денег на фоне бума вокруг искусственного интеллекта. Двигаемся дальше. Смотрим на розницу, да, количество, объемы, да, объемы левереджа, объемы маржинальной торговли на рынке продолжает расти. У нас красная линия, это объемы маржинальных счетов в линейном выражении, да, то есть мы видим, что последние несколько месяцев, ну, примерно с июня, да, мы начали активно расти. Вот, и здесь очень интересная тоже картина. Если брать годовую динамику, то бордовая линия, это вот годовая динамика объема маржинальных счетов. Мы вышли выше нулевой отметки, то есть очень важный показатель, поскольку мы действительно находимся, скажем так, в аптренде, народ покупает рынок. Мы видим, что вилшер опять-таки 5000 вернулись к хаю рынка. Очень интересное событие, на мой взгляд, да, то есть рыночек переживает некий перформанс. Вот, и годовая его динамика, сиреневая линия. То есть, в принципе, судя по данным показателям, да, то, что мы прилетели к хаям рынка, но при этом у нас красная линия, это объем, не вернулся к хаю, в принципе, говорит о том, что все-таки розница продолжает оставаться слабой, да, то есть она с неким недоверием относится. Но, если посмотреть на вот объем маржинальных счетов к остаткам денег, которые есть у розницы, то мы даже переписали уровень, блин, не дал шкалу, это уровень 2020 года, это уровень того хайпа, который у нас был в 2020. Ну, и, конечно же, далек уровень 2008 года, далек уровень начала нулевых, то есть мы, по сути, на этом росте розница залезла в еще большие долги. То есть, вот такая история, народ, ну, грубо говоря, да, покупаем на все плечи, потому что выгребаем все, остатков мало, все вкладываем в рынок. То есть, вот, на самом деле, казалось бы, да, очень слабенько, но нет, на самом деле, очень сильненько, потому что денег, на самом деле, все меньше и меньше у розницы, поэтому они все больше и больше вынуждены использовать там запасы, сбережения там и так далее, и так далее. Вот, ну, и перейдем к настроениям, собственно, летом мы увидели, да, что настроения у розницы были просто сумасшедшие бычьи, более 50 процентов. Последний раз такое было осенью 21-го, когда даже речи еще не было о том, что будет рост ставок, даже в то время еще была парадигма, что инфляция временная, temporary, да, и это был просто хайп, хайп, который мы видим, он достаточно жесткий на самом деле. И на сегодняшний день тоже мы видим, да, что резкое падение настроений было на коррекции, которая была в августе, ну, и текущий рост тоже взвинтил резко бычьи ожидания. В принципе, текущие бычьи ожидания тоже максимальные с, там, конца 21-го года. То есть, они значительно выше, чем весь прошлый год, когда рынок ставил максимум, ну, понятное дело, в волне снижения. То есть, очень интересное событие, на мой взгляд, о чем говорит? О том, что настроения сильно болтаются, то есть, психологически народ разболтан, что может привести к резким распродажам и к высокой волатильности. Чистая спекулятивная позиция. Тогда, в мае, она давала мне четкий сигнал на коррекцию цен, поскольку я, ну, отслеживая этот показатель с 2018 года, уже 5 лет, он мне никогда не подводил. Всегда экстремумы данного показателя соответствовали либо максимум, либо минимумам рынка, да, то есть, мы видели, что у нас, там, например, в том же, в начале 2018-го неплохо было предсказано дно рынка. Так же само было предсказано дно в декабре месяце, да, опять-таки, хай рынка локальный, который закончился боковиком осенью 2020-го, тоже был неплохо предсказан. Собственно, история с пиком в августе прошлого года тоже была неплохо предсказана. Ну, и, в общем-то, мы получили сигнал в мае, который не был реализован, не был. То есть, это было, вот, текущий рост, это исключение из правил, и, опять-таки, для меня это сигнал к тому, что рынок иррационален. То есть, вот, это именно сигнал к иррациональности рынка. К сожалению, нету двойного дна, как было в седьмом, да, на пике рынка. То есть, пока это все, пока просто эпик фейл, да, провал, провал данного сигнала. Ну, теперь я буду знать, что так может быть в определенных условиях. То есть, понятное дело, что когда рынок, ну, скажем так, в стандартных условиях, да, этот сигнал отыгрывается. Но когда у нас условия исключительные, которые на сегодняшний день обусловлены хайпом вокруг искусственного интеллекта, то этот сигнал может ломаться. Тоже любопытный график. Годовая динамика медик золоту, желтая линия, годовая динамика S&P 500, серая. Мы, в принципе, видим, да, что у нас история, ну, плюс-минус, плюс-минус повторяется и корреляция остается очень плотная. На сегодняшний день ничего здесь интересного нет. В принципе, я считаю, что медь будет дальше дешеветь. Вот, что, в общем-то, если при росте золота, либо при статичности золота это потянет вниз котировки, пока просто здесь прекрасный график. Нам нужны экстремумы. То есть, у нас годовая динамика медик золоту должна снизиться к лаю 20-го года, и тогда, в принципе, можно считать, что рынок действительно ставит true deep, да, то есть, настоящее дно и будет разворачиваться. Великолепная оценка, да, отклонение среднего значения. Кстати, у меня в плейлисте полезное есть видео, как это все рассчитывать. Вы можете это делать все самостоятельно, поэтому, кому интересно, переходите, смотрите, обучайтесь. В отклонениях от среднего значения тоже имеем пузырь. То есть, мы котировки S&P 500 отклонились от среднего значения летом и остаются там выше второго стандартного отклонения. Так, как и было в 2020 году, но тогда же было, блин, куча бабок, почему сейчас это происходит. Ну, бейбэки, искусственный интеллект и топливо от шартов. Вот три причины, по которой у нас был этот пузырь. Вот, то есть, рынок остается перекуплен. Никогда не мог подумать о том, что в таких макроусловиях у нас может быть вот такой пузырь. И он действительно у нас проявился. То есть, вот эта картина, она крайне интересная. И она говорит об иррациональности рынка раз и о механике рынка два. То есть, механика всегда иди против консенсуса. Вот, то, что у нас было и после банковского кризиса, все поверили в то, что рынок будет медвежий. А он шиш и пошел вверх. То есть, вот и есть та true история, true story о механике рынка. Ну, и давайте пару слов о технической картине. В общем-то, мы видим, я тоже не мог поверить в то, что в 20 мая мы будем шуровать к верхней границе канала Боллинжера. Мы в нее раз ткнулись, потом еще раз ткнулись. В принципе, здесь была дивергенция даже, если брать по правилам индикатора. На сегодняшний день, в принципе, мы, если мы пройдем медиану в районе 400 приблизительно, то мы дальше по правилам индикатора, мы дальше сквизанем в сторону 400 к нижней его границе. Ну, и здесь где-то будет тест. То есть, здесь достаточно все прозаично. В общем-то, то, что у нас верхняя граница переходит в боковый, говорит о бифуркации. То есть, о начале коррекции, да, вот, ну, собственно, цели по данному индикатору все сделаны. И, собственно, рыночек может пока остыть, да, то есть, как минимум, походить в боковике, либо там даже в небольшом снижении. Пока, наверное, говорить о том, что нас ждет какой-то кризис, там, ну, и рецессии, и так далее, пока рано. Нужно следить за метриками. То есть, в принципе, сегодня данные по инфляции, на следующей неделе заседание ФРС, завтра заседание ЕЦБ. То есть, событий очень много, но, опять-таки, опережать. Да, здесь, кстати, очень важное замечание. Опережать темпы прогнозирования центральных банков в данной истории вообще нет смысла. Мы знаем, что центральные банки сейчас оценивают обстановку и принимают решения в монетарной политике, основываясь на свежие данные от месяца к месяцу. Поэтому мы не можем опережать их, и тоже нужно действовать не дольше, да, вот, горизонт прогнозирования, не дольше, чем у центрального банка, то есть, чем месяцы. Ну, и, в общем-то, далее у нас днивка. В принципе, если мы пройдем там чуть ниже лоя прошлой недели, то мы ткнемся в район там 4400. Кстати, здесь нижняя граница вот диапазона восходящего канала, да, и здесь же вспомните медиана канала Боллинджера. То есть, очень важная история. В принципе, здесь будет борьба. Если мы пройдем ниже, тогда у нас запустится история с правилом по каналу Боллинджера движения к нижней границе после прохода медианы к 4100. Ну и, собственно, если смотрим по технике, то да, у нас в районе 4200, 50% по ФИБО. От всей волны роста с банковского кризиса. Именно взял эту точку, поскольку она важная, банковский кризис, и это не каждый год бывает. Ну и, собственно, в районе 4200 у нас годовая средняя, и в районе 4200 трендовая диагональ. И здесь нижняя граница нисходящего канала, который запустится после пробоя 4330. Собственно, очень важные уровни. Ну и 4100, здесь 62% по ФИБО. Ну и здесь нижняя граница канала Боллинджера. То есть, в принципе, зона 4200, она будет краеугольной. То есть, оттуда мы будем уже оценивать историю, что будет дальше. То есть, как рынок будет себя дальше вести. Конечно, нужно сделать небольшую оговорку здесь, потому что мы живем сейчас в мире, где черных лебедей очень много. То есть, я говорю о том, что на сегодняшний день риск финансового кризиса и рецессии максимально высок с 2008 года. Поскольку это редкое событие, прогнозировать его крайне сложно на самом деле. Поэтому здесь давайте будем честными и объективными. Никакой экономист, никакой прогнозист, никакой аналитик не даст вам четкую дату, четкий момент для того, чтобы уберечься, либо для того, чтобы заработать. Здесь нужно понимать, что первое, есть временные лаги. Второе, рынок так устроен, что у нас много аналитиков. И кто-то из нас точно окажется прав в моменте. Это не говорит о том, что талантливейший аналитик угадал именно момент кризиса. Это говорит о том, что так устроен мир и так устроено стандартное распределение. Поэтому здесь нужно быть, вот это и есть объективизм, то есть нужно быть объективным. Что касается моего взгляда, моего прогноза. Я считаю, что текущий рост всего лета, это был большой пузырь, который надут товарищами-инсайдерами, которые использовали деньги акционеров для того, чтобы раздуть бейбеки, раздуть цены для продажи. В общем-то, этот механизм мы наблюдали с мая по июль. У нас были крупные пакеты распродаж по ряду компаний. Поэтому я думаю, что логика эта и вероятность того, что это так, достаточно высока, по моему мнению. У нас макроусловия очень плохие остаются. Да, есть некие намеки на то, что экономика смягчается. Есть некие намеки в софт лендинг. Но опять-таки, это не экономический рост. Это просто контролируемое замедление экономики. Вряд ли можно так выразиться, потому что невозможно контролировать экономику. Это тебе не монетарная политика, это тебе не фискальная политика. Здесь участвуют люди, которых в принципе невозможно прогнозировать. Поэтому здесь такое мягкое снижение. Это не рост экономики. То есть, как ты не крути, а доходы компаний будут сокращаться. Это означает, что доходы на акцию тоже будут сокращаться. Это означает, что интерес институционалов к акциям при текущем уровне ставок денежного рынка и при текущих ценах на фондовые активы, он минимален. Поэтому точно я убежден в том, что пока мы находимся в неопределенности относительно инфляции и монетарной политики, мы не можем утверждать, что рынок ставит труди и это действительно настоящий рост. Я думаю, что как минимум можно ожидать, тем более у нас сентябрь сезонно медвежий месяц, как минимум можем ожидать снижения до 4200 в разрезе месяца. Дальше уже будем смотреть на данные по рынку труда за сентябрь, на инфляцию и так далее. Будем смотреть, что происходит с метриками по макро и что ожидать от ФРС. Конечно, прогнозировать действия ФРС крайне необходимо на сегодняшний день, потому что это один из, скажем так, красных тряпок для рынка. И нужно понимать, что рынок за этим точно следит и пытается прогнозировать и внести это в текущие цены. Поэтому здесь без этого нам точно не обойтись. Ну, собственно, об этом всем я и веду свой открытый канал и аналитику. Кстати, в платежном боте можно также подписаться на канал с торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа. То есть, вы понимаете, что это позиционная торговля, это спекуляция, это не инвестирование в акции. Поэтому здесь будьте бдительны. В общем-то, в боте вы можете найти дополнительные материалы для того, чтобы ознакомиться с материалами этих каналов. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что это видео для вас ценно и полезно. Если это так, ставьте лайки, комментируйте. Давайте заставим алгоритмы YouTube меня рекламировать, меня рекомендовать. Я думаю, что материал достойный внимания. Поэтому, если вам не сложно, сделайте это. Спасибо всем за внимание. До встречи на рынках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...